Кремлёвское импортозамещение провалилось. Как сказал один из чиновников, для импортозамещения нам не хватает импортных деталей. Не видать в стране агрессору качественных вертолётов. Не хватает комплектующих Казанскому вертолётному заводу. Главный конструктор предприятия не скрывает. Лепят что-нибудь. В смысле газотурбинный многоцелевой вертолёт на 7,9 мест Ансад. Из того, что есть. Мы решили максимально использовать имеющиеся российские изделия, даже если параметры хуже. Для полноценной сборки нет даже кресел для вертолётов. Весь холдинг вертолёта России в панике ищет замки для дверей. Некогда они тоже были импортными. Помощь просили у автопроизводителей. Но те вместо привычного серийного выпуска изготавливать поштучно комплектующие не хотят. Были большие запасы и комплектующих, и компонентов, из которых они что-то делали. Но они уже заканчиваются. Осенью всё это закончится. И поэтому импортозамещение – это большая ошибка рашистских стратегов. Ничего не выйдет. Проблемы и на Уралвагонзаводе в Нижнем Тагиле. Предприятие сократило выпуск вагонов. Нет кассетных подшипников, которые делали иностранные предприятия в России. Если вы отрезали себя от источников передовых технологий, капитала, идей, то вы ничего не можете импорта заместить. Главный профиль Уралвагонзавода – это танки и гаубицы. Но как туго приходится в военной промышленности, на заводе не разглашают. От дефицита подшипников якобы страдает только вагоностроение. Запасы деталей закончились, а аналогов российские заводы так и не делают. Может производить, например, устаревшие модели танков. Но даже разместить на ней электронику будет проблематично, потому что все-таки и Франция, и другие страны прекратили поставки высокотехнологичной продукции, которые могут быть использованы в военной сфере. Курс на замену всего тлетворного с Запада Путин объявил еще 8 лет назад. С первыми санкциями. В пропагандистских эфирах импортозамещение преподносилось как путь к экономическому процветанию России. Мы точно совершенно все можем сделать сами. Но и сам Путин и вся его свита так увлечены разворовыванием бюджета, что не выполняют даже собственных программ. Да и заменить импорт легко и успешно могут только путинисты на словах. Бумаги, оно действительно просто. Казалось бы, может производить машины, станки, оборудование. Но на самом деле это не так. Россия отстала технологически, по оценкам, самым консервативным. От уровня современного машиностроения, я уже не говорю про электронику, приблизительно на 25 лет. В итоге курс на импортозамещение в России провалился из-за критической зависимости от импорта подавляющего большинства отраслей российского производства. Ведь, несмотря на все громкие заявления, до 24 февраля импорт обеспечивал 30-70% добавленной стоимости или выпуска продукции в самых главных сферах промышленности. Сейчас все настолько плохо, что россияне ушли в серые схемы. Я приехал в Европу, как типа турист, идет и начинает покупать чипы, программы, микросхемы, электронику, которая под санкциями. И разными путями, в том числе через дружественные, так в кавычках им страны, или нейтральные, Турцию, Грузию, пытаются это переправить в Россию. Но и это не спасает. По опросу российского Центробанка, среди фармкомпаний, 40% фармацевтов не нашли замену импортному сырью и оборудованию. И только 10 производителей подтвердили, что не зависят от импорта. Все автомобилестроение, оно стоит, да, то есть они же вот собирали автомобили, так, но даже свою ладу и свои грузовые автомобили, там, ЗИЛы, они тоже не смогут, смогут производить. То есть, ну, вместо, допустим, тысячи штук будут на коленях собирать 10-15. Дошло до того, что из-за дефицита импорта высокотехнологичных деталей российские автопроизводители добились отмены современных требований безопасности к новым машинам. К концу года уровень безработицы достигнет, ну, где-то 9,5-10%. Но это только начало, уверяют эксперты. Катастрофическое влияние санкций россияне ощутят зимой. Россию захлестнет экономический кризис небывалых масштабов, который, есть надежда, перерастет в политический и повлечет крах режима. Ну и подытожим. 80% производств в России не могут найти замену импорту. Это последние данные. И Китай сократил импорт в Россию на 50%. Это все последствия войны. Обсудим это с Олегом Пензиным, исполнительный директор экономического дискуссионного клуба. Олег, здравствуйте. Здравствуйте. Как вам вот такие оценки в плане импортозамещения? 80% предприятий не могут найти замену. Китай не помогает. Насколько это плохо для экономики России? Не, ну, естественно. Мы понимаем, что глобализация российской экономики, она достаточно высока. То есть степень интегрирования процессов, происходящих в российской экономике, процессов, происходящих в российской промышленности, он очень сильно зависит от поставок импортных комплектующих. Уже на сегодняшний момент мы с вами имеем прецеденты, когда активно, скажем, на предприятиях, в частности, логистических, авиационных предприятиях, процветает каннибализм, скажем, по запчастям. То есть разбирается один самолет для того, чтобы смогло взлететь два самолета. То есть этот процесс, он будет, естественно, нарастать. И об этом неоднократно говорили и российские экономисты, российский эстеблишмент. Если помните, месяца два тому назад, или немножко больше, глава Центробанка России, госпожа Набиулина, сказала, что вот еще месяца три-четыре, и в России закончатся запасы. И вот тогда, фраза была тогда красивая, сказано, остро встанет вопрос о структурной трансформации. Ну, проще говоря, закрываться будут предприятия, которые реально без импорта, без импортных комплектующих, без импортных запчастей работать не смогут. Вот мы видим сейчас этот процесс достаточно активно. И в сюжете вы правильно абсолютно сказали, что больше всего, конечно, страдает российский автопром. Мы имеем на сегодняшний момент прецеденты, когда россияне полностью изменили требования к выпуску новых автомобилей. Например, на сегодняшний момент базовая модель «Лады» выходит без подушек безопасности, без ЭБСов, без катализаторов. На сегодняшний момент принято, что они могут выходить под экологический стандарт евро-ноль, потому что катализаторов нет вообще. И это только один маленький сегмент, один маленький сегмент российской промышленности, который в реальной действительности демонстрирует неспособность быстро переоснащиваться на исключительно российские комплектующие. Нет такого на сегодняшний момент. И это мы говорим с вами только о машиностроении. Об электронной, в принципе, говорить нет смысла, потому что в России нет элементной базы. Ну, казалось бы, что проще? Возьмите айфон, разберите его и начинайте производить. Там ничего сложного нет. Невозможно. Нет элементной базы. Нет возможности того, из чего это создается. Насчет Китая. Смотрите, ситуация в следующем. На сегодняшний момент китайский экспорт делится приблизительно следующим образом. 40-45% китайского экспорта – это рынки Европы и Соединенных Штатов Америки. И где-то порядка 3,8% – это рынок Российской Федерации. Извините, 3,8%, то есть 4%? Да, 3,8%. Поэтому все то, что на сегодняшний момент в Китае производится, защищенное лицензиями и патентами европейских стран и Соединенных Штатов Америки, в Россию поставляться не будет. Ну, просто потому, что есть понятие вторичных санкций. Поэтому все то, что теоретически возможно поставлять в Российскую Федерацию – это товары второго уровня. Это то, что не защищено лицензиями и патентами, и что, естественно, технологически, и что по качеству, по внешнему виду. Серьезно отличается от того, что идет на европейские и американские рынки. Поэтому в этой ситуации мы с вами имеем большую проблему для российского рынка, в частности, перекрывать, скажем, сегмент товаров длительного пользования. 85% этого сегмента был импорт. Поэтому в этой ситуации очень сложно что-либо достаточно быстро заместить. Фармацевтическая промышленность. Вы в своем сюжете показали, это действительно так. Практически все российские предприятия фармацевтические работают на импортном оборудовании, которое, естественно, без запчастей очень скоро будет выходить из строя. Без составляющих, без тех или иных ингредиентов и, скажем, материалов, вряд ли возможно выпускать достаточно серьезные и сложные инновационные лекарства. Поэтому в этой ситуации тоже очень большие проблемы. Скажем, промышленность, которая производит продукты питания, там тоже все оборудование импортное. Да, все станки, все... Да, да, да. А вот интересно... Во многих элементах рост цен на российское продовольствие, в том числе и связан с тем, что значительно усложняется процесс ремонта того оборудования, которое на сегодняшний момент работает на пищевой промышленности Российской Федерации. Вот как раз про рост цен приведу один пример из автопрома российского, о котором вы уже сказали. Российский универсал с автоматической трансмиссией, такие все-таки делают, Lada Vesta в одном из автосалонов продают за 2 миллиона 400 тысяч рублей. В переводе на доллары это около 40 тысяч долларов. И за эти деньги, например, в Украине можно купить топовую Toyota Camry, которую вообще нельзя сравнивать с Lada и Vesta. Правильно я понимаю, что то, что будет в России, оно будет стоить настолько дорого, что покупать его нет смысла? Ну, смотрите, вообще ситуация достаточно парадоксальная. Россия продолжает активно продавать энергоносители, в том числе и на европейский рынок. И вряд ли Европа в ближайший год сможет достаточно существенно отказаться от российского газа. Это значит, что ежедневные поступления в Россию валюты будет где-то на уровне 600-700 миллионов долларов при нынешних объемах поставок. В то же время импорт очень сильно подсанкционен. И все то, что в реальной действительности нужно российской экономике на сегодняшний момент, невозможно поставлять. Или оно поставляется через третьи страны, которые намного дороже. Мы же должны понимать, что если, например, тот или иной товар идет через нескольких посредников в странах, которые формально поддерживают с Российской Федерацией активные торгово-экономические отношения, ну, извините, та же Турция, что далеко бегает. Естественно, любой посредник не будет работать бесплатно. Поэтому это существенно удорожает и логистические пути, и срок доставки, и цену. И получается достаточно парадоксальная ситуация. То есть формально валюты в стране достаточно много, а потратить ее некуда. Поэтому вот то укрепление курса рубля, которое мы с вами видим, оно, собственно, является следствием этих процессов. То есть валюта в страну поставляется, поступает в связи с продажей, в связи с реализацией на внешнем рынке энергоносителей и сырья. А потратить ее не на что. И действительно получается совершенно парадоксальная ситуация, когда в связи с этим курсом модели, которые производит российский автопром, на сегодняшний момент по цене сопоставимы, например, с автомобилями Audi Q3, или, например, с японской линией той же Toyota, что существенно отличается и по качеству, и по, скажем, предоставляемым уровням услуг. Ну, тем не менее, вот подобная ситуация, более того, уход крупных экспортеров, уход крупных брендов с российского рынка привел к тому, что на уже проданные автомобили невозможно поддерживать гарантийные обязательства, потому что ушли предприятия, которые являлись официальными представителями этих компаний, и, естественно, вопросы с гарантийным обслуживанием автоматически зависли. Поэтому даже новые модели, которые были проданы до начала активной фазы боевых действий, они на сегодняшний момент не могут обслуживаться в гарантийном обслуживании, что также существенно меняет особенности работы российского рынка. И все это, естественно, является следствием санкций. Вот, Олег, мы все критикуем и критикуем. Давайте, может, попробуем закончить, попробуем закончить на позитивной ноте. Вот неужели в плане импортозамещения ничего в России не получилось, совсем ничего? Или, может быть, все-таки получилось сделать? Вы знаете, есть очень красивая фраза одного высокопоставленного российского чиновника, который сказал так, что мы начали импортозамещение, но как только закончились импортные комплектующие, импортозамещение прекратилось. Ну вот, с этой точки зрения, когда мы говорим об оптимистических вещах, ну, нужно понимать, что быстро вы все технологические цепочки восстановить не сможете. Поэтому, к сожалению, вот с точки зрения оптимизма в импортозамещении на сегодняшний момент в российских реалиях достаточно мало. Вряд ли очень быстро будут восстановлены и теоретически могут ли быть восстановлены вещи, которые являются высокотехнологичными. Ну, вот представьте себе, да, когда американцы на сегодняшний момент выделяют более 50 миллиардов долларов государственной программы для восстановления производства на территории Соединенных Штатов Америки микрочипов и микросхем, которые до сегодняшнего момента активно поставлялись в Юго-Восточной Азии и Тайване. Это американцы вкладывают сейчас такую сумму для того, чтобы восстановить у себя микрочипы. То, что сегодня они не производят. Видите, ну, как бы опыт проблем, которые возникли у российской экономики, на сегодняшний момент активно изучаются во всех странах мира и на сегодняшний момент крупные экономики стараются обезопасить себя от каких-то подобных потрясений, связанных с высокотехнологичными, уникальными вещами. Извините, американцы могут себе это позволить. Вряд ли это смогут быстро воссоздать русские. Да. И в то время, как Соединенные Штаты, как вы сказали, вкладывают 50 миллиардов в разработку микрочипов, Россия вкладывает по 500 миллионов долларов каждый день в войну в Украине. Вот на что идут их деньги. Спасибо, Олег. Олег Пензин, экономический эксперт, был с нами на связи.